МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семь пациентов скончались. Губернатор подчеркнул, чтобы защитить себя и близких, важно соблюдать профилактические меры. Полпредпрезидента на Северном Кавказе Юрий Чайко провел совещание с главами регионов, посвященное борьбе с пандемией коронавируса. Участие в видеоконференции принял и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Чайко во вступительном слове обратил внимание на то, что работа системы здравоохранения продолжается в круглосуточном режиме, и в таких непростых условиях прививочная кампания должна пройти на самом высоком уровне организации. Владимир во время доклада упомянул о том, что в крае уже сегодня работает больше 40 точек вакцинации от коронавируса. Мощности по вакцинации мы развили до 6 тысяч вакцин, 6,5 тысяч вакцин в сутки можем вакцинировать. Это хорошая идеология, она позволяет точно понимать, что порядка 1,2 млн граждан мы должны будем привить до конца этого года, а желательно сделать до начала осени. В Ставрополье приближается к выходу на плато по заболеваемости коронавируса. Об этом отчитался министр здравоохранения края Владимир Колесников во время рабочей встречи с губернатором Владимиром Владимировым. Основной темой совещания стала ситуация с пандемией. По словам Колесникова, активно набирает обороты вакцинация. За неделю с небольшим от инфекции привились больше 10,5 тысяч ставропольцев. В регионе есть 30-тысячный запас доз препарата, а до конца недели ожидается новая партия. Новогодние праздники, режим удаленной работы и учебы также позитивно сказались на динамике заболеваемости. По-прежнему индекс распространения инфекции у нас уже на протяжении почти двух месяцев не превышает 0,9, и коэффициент прироста ежедневный уже на протяжении полутора недель приближается к 0,6. Но вот это вселяет в нас здоровую долю оптимизма. Уже сейчас должны формировать компетенции собственные, для того, чтобы собственный народ спасти. И это ваша и моя задача. И мы этим, я думаю, что правильно сегодня идем. Также обсудили и развитие сферы здравоохранения. Владимиров поставил задачу обеспечить все клиники региона квалифицированными кадрами. В этом должен помочь целевой набор в медвузы. Сегодня в крае профильное образование получает почти полтысячи целевиков. Для них уже есть гарантированные рабочие места. В селе Просковее Буденновского округа началось строительство новой школы. Она примет 700 учеников. Там создадут бассейн и два спортзала. В образовательном учреждении также разместятся кабинеты логопеда и психолога, библиотека и обеденный зал. Школу возводят по нацпроекту образования. В Петегорске создадут мусороперерабатывающий комплекс. Он начнет работать уже в первой половине 2021-го. Предполагаемая мощность системы составляет порядка 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Это также позволит привлечь в регион новые инвестиции. Возводить комплекс будут по нацпроекту «Экология». Субтитры создавал DimaTorzok